Материнский капитал, конечно, поможет тем людям, которые там живут не в Москве. У нас тоже лежит материнский капитал, но на покупку квартиры, на учебу только осталось отложить. Но в других, я знаю, регионах эти деньги хорошие подспорья, чтобы купить, допустим, увеличить свою жилплощадь. Но, опять же, это не основное решение демографического кризиса. Это одна из этапов, один из путей. Но, помимо этого, понятно, что нужно институт семьи как-то восстанавливать непосредственно. Надо какими-то вещами... Понимаете, сейчас, опять же, вот этот демографический кризис. Народ, я так понимаю, народ умирает больше, чем рождается, да? Ну, елки-палки, опять же, все завязано. Это такой, какой-то космос получается. Но вот сделайте людям нормальные условия, сделайте людям нормальную зарплату, нормальную, сделайте нормальные цены. Вот как-то должна быть, наверное, построена экономика так, чтобы человек мог купить, там, не за проценты, в банк ходить и все время, всю жизнь платить эти проценты, да? Какая-то кабала. И думаешь, какой еще ребенок, еще что-то. Давайте снижать налоги по... ну, проценты по... как ее... кредитам. Давайте вообще их уберем. В некоторых же странах вообще нет кредитов. Займы дают в рассрочку. Давайте в рассрочку покупать. Я уверен, что если вот эти моменты, кредиты, деньги, зарплаты, это все в совокупности. И, конечно, самоопределение вообще россиян, вообще на человека, для чего, зачем мы рожаем детей, для чего мы рожаем детей. Вот если человек внутренне не удовлетворен ни собой, ни внешними обстоятельствами рожать, как бы ты его не заставляй, рожать он не будет, если только не по залету. А мы хотим, чтобы дети рождались в любви. Поэтому давайте создавать те условия для того, чтобы дети рождались и рождались в счастье.